Всем привет еще раз, друзья. Спешно врываемся на второе противостояние на сегодня. Скейт против команды OneWin. Выбор команды OneWin. Это Ката Трейн. Дальше у нас Оверпасс, выбор Скейт. Ну и Десайдером будет Мираж, если до него с вами дойдем. С вами все так же Олег Мендгот-Клименко и Герман Громов. Всем огромный привет. Да, всем еще раз добрый день. У нас продолжается квалификация на EDC Season 3. У нас остается не так много команд и еще меньше команд из СНГ. Где у нас команда OneWin представлены. И, честно говоря, от того, что я видел в последнее время от OneWin, которые почти получили себе квоту на Blast, проиграв лишь команде Spirit, шансы у OneWin отличные на этот Best of 3 матч. Мы в рамках трейна тоже должны себя показывать. Но Скейты тоже, ребята, непростые. Уже фраг витает по деку. Снайперу команды OneWin. Ну а 4 в 5 на трейне можно пробовать. Окси отстреливает Тревиса. И теперь уже 3 в 5 не так и хорошо. А вот Давкост может выйти и забрать вейк. Там еще и проплик помогает. Минус дипликейт погибает Окси. И в момент меняются силы в этом раунде у команды. Там Давкост нормально ультанул. Дал 3 фрага. Правда, теперь и Шипс может ультануть по полту. Последний патрон попадает. И Давкост. 4 фрага или нет? Шипс. 1 в 3. Это было очень красиво. И Скейт забирают первую пистолетку. И, соответственно... Ну, по идее, OneWin должен делать экономический следующий бай. Все-таки не за защиту играют. Поэтому, да, наверное, все-таки эко должны делать. Как было больно от товарища Шипса сейчас. Но Шипс довольно опытный, хоть и молодой игрок из Болгарии. Но вот 1 в 3 потащить было сложновато ему, как бы то ни было. Но он справился. Да, действительно, 2к бай. Немного себе позволил Давкост. Купил дигл и две флешки. Но это уже впитывает деко от ХАЕ противника. Какой-то он грустный взгляд у него. На фотографии. Зато воодушевленный дюпликейт. Дюпликейт знаешь, такого похожа на ковбоя, на нашего, который работает у нас, понял? А, на Серегу? Да, да, на Серегу. Ты тоже такой, ну что ты, что ты, ходишь по лицу, иди сюда. Такое, брат, знаешь, ММА-боец с ручищами. Как у медведя. Ну и ладно, Шипс и дупликейт. Дупликейт. Все, три минуса подряд. Проплик дал размен, конечно, но по идее, команду OneWin не спасет. Там Денис Слов летит. Летит. 1200 долларов для Денис Слова. И такое бывает. Но вы не забывайте про баннер по трансляции от наших друзей-партнеров Parimatch на стопроцентный бонус первому депозиту. Если увлекаетесь ставочками, то спорт, киберспорт, матч, всякие лайф-приматч-события, все там имеется. К сожалению, кэпчики куда-то исчезли, испарились на эту встречу. Напомню, что на первую карту было 1.87 на 1.87. То есть абсолютно ровненько там все было. Ну, соответственно, не в пользу никого, как факт. Ну, вот сейчас мы посмотрим на девайс на раунд от команд. Четыре калаша и Галил имеется для OneWin. Ну, и там практически с чем были, с тем и остались. Только вот авик добавился для команды скейт. В остальном все. Два фамаса, одна эмка, формилка, все есть. Ну, и гранаты плюс дефузки. Да, и, конечно, тоже присутствует. Куда не могли деться, вопрос. Куда? Первый фраг от Рейнвейкера. Погибает пульт. Ну, и опять же, энтри за командой скейт. Добавляет себе. Окси находится в верхнизе. Ждет там деко. Деко сейчас может подставиться. Видно деко, но деко сам простреливает хорошо. Верхниз. И Окси там оказался неудел совершенно. Рейнвейкер может калашников себе подобрать. Чем она занимается. Ну, и 4 в 4, в принципе, минута времени, почти минута времени у OneWin имеется. Так, ну, пока ждем. Пока ждем. 45 секунд и конца раунда OneWin. Вроде как попдог, зелень и 2 мейн должны выходить. Ну, и пока не угадывается расположением своего соперника коллектив из Болгарии. Деко! Минус по Рейнвейкеру и Аплент чист. Ну, за исключением того, что Шипс еще находится у нас в попдоге. Вот его могут и не дочитать. Выход на довольно поздних таймингах от команды OneWin будет. Трэвис за зеленым. Денислав минус по проплиху. Минус по деку от дупликейта. Трэвис жить. Трэвис батя. Ну, попдогу инфы нет. А пленты ставятся у нас в итоге за дефолтом. И Шипс не знает, где находится его соперник. А теперь Трэвис знает. А как Трэвис его не убил, откинул гранатку и граната его не настигла. Попадает давкост. Все нормально. Если бы давкост здесь погиб, это было бы очень больно, конечно. Ну да, там какая-то шальная пуля. И до свидания. 2-1. Коллектив OneWin реализует свой первый девайс на ходе не без проблем. Совершенно точно денег у команды Skate не то чтобы много. Есть, конечно, 5200 у дупликейта, но мы видим, что это 2к. Все-таки нужно форсить, подумали ребята из команды Skate. Но есть в этом логическое зерно какое-то, потому что выбили 4 девайса из коллектива OneWin. Если выигрывают сейчас свой форс, при том, что там есть даже МК, ФАМАС, какие-то гранаты, нет, правда, Дефус китов, то оставят OneWin, опять же, без денег совершенно. Придется уже либо какой-то форс слабенький показывать OneWin, либо все же оставлять деньги по 1900 и пытаться там уже добирать себе 4-й на команде Skate. И потом наращивать, наращивать, наращивать. Что касается карт, а именно Trane, у нас первая. Хотя посмотрим приемку, дупликейт на Трэвиса. Трэвис сейчас может отъехать, погибает от Денислова, еще и плюс девайс Деко. Пытается выйти в размен, а там уже убежали, ребята. Так вот, Trane. 7 карт и 71% побед у Skate. И 6 Trane. Только 3 из них OneWin выиграли. Ну а дальше будет Overpass, где Skate, конечно, какие-то вообще бешеные. 6 карт, 100%. То есть нужно Trane точно брать. Шипс находит еще и Польта. И остается у нас только Дека и Давкост. Дека держит противника. Наверх нельзя отрабатывать, здорово. Но нужно еще трех соперников искать. Да, но там у Рейнвейкера были проблемы в виде Давкоста, но он устранил эту проблему и оставил последнего Дека, по которому была информация, что он был в попдоге. Эта инфа уже не актуальна. Ну и Дека просто идет на зелень, на плюс В. Я понимаю, что времени не так много. Здесь уже можно и пошуметь. Правда, был бы игрок за шестым троином у команды Skate. И то, понятное дело, зелень бы уже услышали. Ну а так контролится сотка в упоре. Первый номер контролит выход с попдога. Но Рейнвейкер себе спину не смотрит. 20 секунд. 20 секунд. И Дека должен постепенно уже выходить и ставить бомбу. Ну то есть, если, допустим, Рейнвейкера убивают, то по Шипзе информации вообще нет. Ну и игрок с коннектора придет. Ага, вот так вот развел, но он не успевает бомбу поставить. Это 3-1. Команда Skate. Ну и лост бонус, понятное дело, не получается. Ведека. 500 долларов остается. Но в принципе, в принципе... Ну экономически надо делать. Там кто-то пистолет себе купит у команды OneWin. Но с глобальной точки зрения по деньгам проблема. Да, проблем, конечно, не миновать. Ну, о чем я говорил, но они все-таки форсят. Имеется Галил. Не закупается лишь пока тре... Нет, все-таки все закупились. Решили, нужно форсануть. Ну, не знаю. Такое двайкое решение. В принципе, почему бы нет? У Skate же получилось с полтора девайса взять себе этот раунд. Ну, может быть, сейчас и у ребят из команды OneWin. Получится подобное. Пока что Шипз работает со смоком. Не совсем удачный смок залетел. Потому что он, конечно, молик. Но Лонг не перезаградил. Слово интересное вырисовалось здесь. Ну, да бог с ним. Ну, это тоже опасность для OneWin. Если сейчас не берут, то там и пятерка для Skate вылезает. Да, вроде бы не так критично. Потому что старт карты и 5-1 счет вполне играбельный. Можно будет там пытаться набирать. Но, опять же, понимает коллектив OneWin, почему это можно сделать. И, опять же, выбери очень много девайсов из команды Skate. Нет, там, конечно, авик. Его не сейвили ни одна, ни вторая команда на протяжении всех этих раундов. Но вот, может быть, появится в дальнейшем. Давкост уже вжался в стенку. Там потеряли проплиха по пути. Шипз на фарменке выходит. Получает от Давкоста размен от Rainwaker. Но тут же его Трэвис складывает 3 в 3. Так, полетел Смок у нас на PopDog. Выгораживают оттуда Oxygen. И Oxygen все-таки там успел свой минус найти до того, как Смок разревилился. Трэвис выходит с зелени. С сотки выходит дека. Ну и 2 игрока со спины придут. Это, конечно, может стать неприятной неожиданностью для команды OneWin. Трэвис еще из 20 кхп. Ну и посмотрим, чем все это дело закончится. Будет установленная бомба. На бомбы ставится под PopDog. Ой-ой-ой-ой-ой. А там сотка. Оба сотки придут. Это, конечно, тоже, знаете ли, не совсем читаемый вариант для команды OneWin. Если они его прочитают, то будет прям маленькая победа. Но первого заметили. По-второму инфы нет. Ну так и на вагончике. Забирает Oxygen. И по-второму информация тоже может быть. Забирает Duplicator. И снайпер-команда OneWin не дает скейтам выйти на 4 и 5 раунд. Соответственно, сами же ребята из скейта имеют по 1403 игрока. Один 1700, другой 2550. И это, конечно, будет очень слабый форс. Прям максимально слабый. Но что поделать? Нужно покупать. Закупается скаут, деглы, арморы и совсем-совсем мало гранат. Только вот у Окси имеется флешка, смолк и одна АЕшка. Прям совсем грустненько для ребят. Но может быть, может быть, получится. При том, что за ними же был старт карты. Потом что-то пошло немножечко не так. У них... Ну, бывает. Случается. Что уж поделать тут. Ждут четвером на Апланте. Ну, опять же, деглы мы уже видели, да, насколько хорошо у команды скейт. Поэтому здесь ни в коем случае не стоит парней списывать со счетов. Но с копом Рейнвейкер пытался убить. Но вот Шипс в очередной раз подтверждает, что дегл это наше все. Ну и третьего, что ли? Да! Ну-о-о! Вдрои с одной позиции. Да что ты делаешь, Шипс? Если эта команда скейт проиграет, это, конечно, такой тиль для них будет жесткий. Так, ну Деко навешивает одному, увидит второго. Пока живет. Там, опять же, подходит спина. Трэвис пока что из сотки. Ему нужно выходить. Собирает он там дюпликейта. Два в два уже. Но как сработает... А там еще и Теннислова теряют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще без потери по хп. Ван Вин. Это два в четыре могут разыграть. Оксиджен со спины ползет. Его пока что не ждут. Ну и под него пока что противник не подставляется. На вагоне действует Трэвис. Сейчас Трэвис заметит, получит он по голове. Нет, не по голове. Он все-таки погибает. Бомба не стоит. Деко ее поставит. Ближе к коннектору. И нужно разыгрывать. Последним патроном сейчас втащил. Как же повезло в какой-то момент Деко. Потому что там Оксиджен начал стрелять первым. Влетит голова и Калашников. Но очень сильно повезло. И Деко 11 на 3 идет. Ё-моё. А вот у Польта проблема 0 на 6. 2 в 5 я не буду говорить. Потому что все-таки Шибз дал 3 минуса. И сразу же его потом разменяли. Но 2 в 4 отдать тоже надо уметь. Ну то есть куда-то пошли там пикаться. Кто-то остался в open space. У команды скейт. Это было не очень хорошо. Ну смотрим. Довкост вылетает на зелень. На плюс В. Экономик слабый у команды OneWin. Поэтому здесь имеет конечно шанс скейт снова выбить из соперника небольшую часть экономики. Здесь Байт идет на игрока за шестым. С хиспом пытается там всячески напрячь. Рейнвейкер. Ну напряг и проплеп ему сразу же в ответ. Шибз. Снова кладет голову продолжая Дека. Ну и 2 моментальных фрага. 3 моментальных фрага. Дупликейт последний. У Шибз что-то с Деглом сегодня разошелся прям. Ну это жесткий болгарин, который с Дегла умеет попадать. Молодая кровь. Мне даже интересно только Шибз. Все время называем молодым. Мне кажется, он уже давно вышел из составов молодых ребят. Побывал тоже в некоторых командах. И в миксах. Играл в контактах. И там еще где-то тоже успел поиграть. Так. И Шибз мне 20 лет. Георгий Григоров. Или Григоров. Это очень похоже на Герман Громов. Немножечко. Правда тебе не 20 уже. Но когда-то тебе было 20 лет. Так. А у нас продолжается война. Шибз уже с Авиком разворачивает Деко. Другого снайпера. Вот я правда не заметил, был ли у Дека Авик. Что-то я немного туда наблюдал. Пока там рассматривал Шибза. Что-то все взяло и случилось. Но такое бывает. Давкост ждет какого-то поджима. Зеленки пока что с Мак 10. Денег по-прежнему не так, чтобы много. У ребят из команды OneWin. Там 300 долларов у Дека. У Польта 650. Остальные тиммейты какие-то финансы имеет. Тоже Трэвис может дропнуть в случае чего. Но, конечно, желательно раунд забирать. Коллектив OneWin. Ну, тут всем желательно забирать. Потому что скейты уже отдали 4 раунда атаки. Поэтому нужно набирать-набирать. Сейчас давкост. Выходит. Видит его здесь Денислав. Работает. Но все-таки добивает вместе с Рейнвейкером. Размен от Проблиха. 3 в 4. Забрали Рейна. И пошел выход под точку. Авс за плентом. Видит противника. Погибает Польт. У Польта уже 0-0-7. Агент здесь. И Проблик с Трэвисом. Ну, это, скорее всего, четвертый для команды скейт. Но это очень важный раунд для скейт. Проигрывая его, там могли бы OneWin на шестерку отпускать. Хотя бы шанс на четверку у них уже точно не будет. Да, ну и здесь Проблик дает, конечно, фраг по Дениславу. Шипс его контролит. И без проблем закрывает раунд под номером 4 со своей командой. Ну и что по деньгам там? По деньгам ситуация неплохая. Для трех игроков. И очень плохая для двух игроков. Для Польта и Дека. Ну, Дека получает себе. В подарок. АК-47. Польт наверняка сыграет просто с пистолетом. Да, он даже по себе пистолет никакой не брал. А, нет, взял Дигл, да. Есть смог, граната, две флешки. Поэтому команда OneWin, в принципе, в четыре девайса может закрыть. Это в раунде команда Скейтпера. Получится ли? Дупликейт на нижней базе Б. Увидел Проблика. Соответственно, это было взаимно. Ну, и уходит подальнее играть Дупликейт. Понимая, что здесь отдавать базу Б ни в коем случае нельзя. Пока очень мало раундов под Б. Мы видим от команды OneWin. Один раунд был. И то, по-моему, экономический. Ну, да, они пытались через верхний пройти. Что-то у них там тоже не вышло совершенно точно. Хороший хаешка под Трэйвиса. 19 хп остается у него. Ну, и здесь мы видим действительно попытку выйти под базу Б. Здесь уже три опорника. Флешки полетели. Денислав ждет. Флешка, но Денислав не слепой. И флешки, но там польт, нахуй, как? С верхнюю не попадает Денислав. Ошиб стоит ответный минус. Но это по-прежнему мячество для команды Скейт. И тут было предположение, что OneWin здесь явно андердоги. Я с этим совершенно не согласен. Потому что их игрой наблюдал на протяжении трех дней. Как здесь Травис выжил после этой гранаты? Это жестко. Ладно, тут есть два дыма, кстати, из хороших новостей для команды Скейт. Вот Проплек живет там, в общем, на еле-еле дышлых. Ну и в итоге Полт пытается сдегла отыграть. И отыгрывает по голове Оксиджена. Погибает Проплек, но времени мало. Шипс, наверное, все-таки примет решение засейвить. Или же нет? Ага, это просто дыма и просто дефюзит. Это просто дефюз. Это просто дефюз. Нижний контролит и убивает Шипс. Это раунд для команды Скейт. Ну там игрок с дефолта зачем-то пикнул. Если бы по нему фраг не нашел, так бы раунд закончился. Они бы ушли на сейв. Но игрок с дефолта просто пошел пикнул. Очень зря. И свой раунд отдали в 1-win сейчас. Очень обидно. 5-4 и скорее всего даже теперь 6-4. Хотя деглы в руках есть. Можно и сообразить что-то. В большинстве с поставленной пачкой. Хорошие позиции. Но не случилось. Но бывает, бывает. Хорошо сработали Скейт. Почему бы не отменить этот факт? Они тоже умеют и играют в трейн Скейт. Поэтому у них тоже есть какие-то наработки на ретейке. И вот всю эту подобную историю. А мы смотрим за продолжением. Видит Шипс противника. Погибает Деко. Ну и Шипс сам не отваливается. И вот Давкост. Третий пулит забирает противника. Это 5-4, который может превратиться и в 5-5. Но Давкост пытается найти для себя девайс. Там Окси параллельно складывается Трэвиса и Проплиха. И Давкосту здесь тоже не жить. Польт у нас последний. Не будет бежать. Но вы, друзья, не забывайте про баннер по трансляции. От наших друзей партнеров париматч на 100% бонус к первому депозиту. Если увлекаетесь подобным, то там всякие спорты, киберспорты, приматчи, лайвы и вот такие промахи. О, Денисов что-то ошибся. Дупликет заберет Авиак. Все нормально. Но как там дупликет не попал соперника? Это было жестко. Ладно, 6-4. 10 раундов на трейне позади. И появляется снайперская винтовка для Деко. О, Галил, Калаши. По гранатам все, ну, относительно неплохо. Понятное дело, могло быть больше лучше. Но атак это 4 смока, 2 молотовых, 4 флешки и односколочная граната. Ну что, Ланвин, какой раунд изобретут? Три зелень, три зелень, два дом. Ну и Денисов идет с ВП вот так вот активно пикаться. И не услышал проплик своего оппонента, что он вошел в скоп из-за взорванной гранаты. Тут Денислова стоит отметить, потому что он очень грамотно воспользовался этим таймингом взорванной хаешки. И во время того, как она взрывается, он входит в скоп и этого не ожидал проплик. 4 на 5, меньшинство OneWin. Зелень в итоге теперь будет не главным выходом от команды OneWin, потому что изначально было втроем запрогнозировано выйти запланированное. А теперь видим, что оставляет одного давкоста на этой точке, и он будет лишь сплетующим звеном. Я так понимаю, это точка А. Но похоже на то, да. Там и верх-низ может сработать, и зеленка есть, и в мейне можно тоже реализовать выход. Пока что там прокидывает Трэвис, молики, чтобы сверху него поджали, немножко стягивает на себя внимание, чтобы с базы Б тратились гранаты, и не весь взор был на точку А. Там еще и стянули Денислова со снайперской винтовкой. Но вот, ну да, времени хватает еще довольно много. Хотя, если бы сейчас собрались выходить, могли бы нарваться только на двух игроков. А Окси сопровождает патронами и выстрелами игрока на верх-низе. Там у нас бегает Трэвис, который стягивает на себя фокус. Но вот пока еще непонятно до конца, куда будут выходить. Хотя раскидка пошла на Аплент. Закидывается у нас коннектор, закидывается, правда, и Трэвис патронами. Тут вдвоем на верх-низе стоят игроки защиты. Но и что-то выход под угрозой для коллектива OneWin. Еще и Шипс не промахивается. Ну и 2 в 5, мне кажется, можно и сейвить. Так, ну и давкост дека. Надо сейвить, да, 7 секунд. Седьмой раунд для команды Скейт. Лос-бонус не получает команда OneWin. Именно, в частности, давкост и дека. Но хотя бы АВП с Калашом будут. Тиммейты могут подзакупиться теками по 251 арморами. Пару флешек тоже докупить, потому что там лос-бонус нормальный. Все в порядке. Ну и пауза тактического характера для команды OneWin. Обсудить, наверное, дальнейшие свои действия. Может быть, под Б разыграть? Под Б же получилось нормально. Просто, ну, допустили ошибку уже в лейт-часть раунда. А так-то выход получился. Надо за него стараться цепляться. Это да. Вот база B. Там 17 на 7 отыгрывает Шипс. Что-то там вообще. Молодой разошелся. 2.43 его КД. И у нас бай для команды OneWin. Бай не то, чтобы прям хороший. Но есть АВИК без второго армора. Но хотя бы первый имеется P90 для Трэвиса. Дигл, Галил, Калаш. Прям разносортный бай. Для OneWin. Но приносит он успех. Хотя Дэк, если сейчас ультанет со снайперской винтовки. Я видел его в скилл там неоднократно. Но, как мы видим, Шипс Савика тоже попадает. Будь здоров. Так, ну зеленка в исполнении Довкоста будет в очередной раз. Интересно, да, что это закупка в ноль от команды OneWin. Ну, после этого раунда, если они проигрывают, им накапает 3.400. В принципе, тоже там с пистолетами или с ппшечками можно быстро на какой-то соорудий. Ну, а пока Oxygen контролит попдок. Ну и... Не попдок, точнее, АВН. Ну и давайте смотреть. Полт присоединяется к тиммейтам в Б-доме. Ну и вообще все выглядит именно как Б. По гранатам что там? Ой-ой-ой, один дым и один молотом. Но с таким сетапом будет тяжеловато, если честно. Бомбу скидывают на Полта. И я бы, честно говоря, именно Полта выпускал первым, потому что, ну, банально, да, Дигл. Потом после него Трэвис по 90. Ну, а АВики, Калаши и Галилу должны будут разыгрывать. В итоге первый падает проплик, и девайс он свой теряет. Минус еще по Трэвису. Полт разменялся. Но Полт с бомбы бежит. Дубликейт, он тут погибает. Ой, да, в кост. Как же ты разыграл жестко. Очень жестко. Три на два. Установленная бомба сейчас будет, и она ставится прямиком за дофлок. Оксиджена пропустили. Оксиджена в тайминге так пропустили сейчас, и по нему вообще никакой информации нет. А как он мажет, это просто жесть. О, вот это перевелся красиво. Подовкост есть инфа, и есть инфа по АВику. Так, ну и Окси. Там запрыгивает на красный дофлок и снимает Оксиджена очень бодро. 5-7, хоть и с энтри для команды Скейт. Еще и под битой там пробегал следующий игрок, потому что попали ему в ножку с АВика. Но справились, ребятки, справились. Постепенно, по чуть-чуть отгрызают раунды. Уже пятерка в атаке есть, это уже хорошо. Могло быть и больше, но вот эти вот форсы на форсы сыграли в пользу команды Скейт. И сейчас мы видим, действительно, пока что почти победную половину для Скейт. Но вот если сейчас Ван Вин зацепится за раунд, а есть для этого некоторые вещи. Хотя вот тег и не прикрыли, и получилось, что снайпер дофраг погибает. Моментально три опорника остаются на точке А, да в Кост с Калашом попытается пройти зеленую. Откидывает смоук направо. Ну и теперь ему нужно будет бороться против КТ, хотя там ответный смоук от защиты. Польт находит фраг на Рейнвейкера, погибает еще и Оксиджен. И все, рассыпалось из обороны команды Скейт. Рассыпались. Дюпликейт последний получает от Польта. Польт трипл килл разыгрался уже к окончанию первой половины. Ну и все-таки тут еще и семерка может ван вином залететь. Совпадение? Не думаю. Так, ну что. Два рауна до конца первой половины. Сейчас экономически для Скейта потенциальные 7-7 для ван вин. И уже потом будет выясняться, кто же первую половину в итоге закроет. Интересно, что там по статистике. В принципе, из сыгранных половинок команд от Рейн. Да я сейчас все расскажу. Так, уан вин, Трейн. Это защита сильная. Прямо 63%. А вот у Скейт. А вот у Скейт на Трейн. Сильная тоже защита. Ну, плюс минус тоже самое. Ну, у Скейта уже свою половину сильную практически отыграли. Ну да. Тут уже как бы... Если 8 возьмут, хорошо будет. Потому что потом пустили. Все это хотя могли брать и должны были брать. А там неплохо в ряд встали ребята из команды ван вин. И Рейнвейкер их там всех и сложил. Ну, ладно, не всех, но двоечку точно. Дэк и ответный фраг по Шипсу. Довкост у нас перемещается на точку Б постепенно. Никакого поджима с базы бы нет. Там дюпликейт, тусит на нижнем парыще, чекает пространство и уходит вообще на тупики просто, чтобы пожить, собрать информацию. И так мансит просто пока живет какое-то время, там прыгает, что-то радуется жизни. Ну, а Довкост попробует. Если снимет опорник об АЗБ, то тиммейт далековато в этом случае. То есть он, конечно, может пройти, занять какие-то те же самые тупики и попробовать не дать... О, как. Магия. Какая-то. Ну, и Дэк пытается тоже вычислить хотя бы кого-нибудь. Там Довкост начинает уже впитывать некоторый урон Дэк из мейна, пока не выходит. Ждут и его. На зеленке ждут, на пленте ждут. Ну, как-то разрозненная такая игра. Ну, не знаю, вряд ли принесет какой-то успех. Только если лишним скиллес сейчас потащат, Довкост забирает одного. Закрывает моликом, а Дэк от тем временем выходит из мейна и проходит на плент. Будет там ставить пачку, потому что умеет. Ну, Довкост индивидуальный, конечно, очень силен. Попали по нему довольно плотно сейчас. И через нижнюю отходит обратно к своему тиммейту. Ой, оксиджен, оксиджен, оксиджен. По идее, в скопе идет Дэка сейчас. Да, и обратит внимание под девятью. И оксиджен там погибает. 20 секунд. Зонинг молотовым будет коннектора. И Довкост накинет еще и флешечку, я так понимаю, на зелень. Да, флешечка на зелень накинута. И в смог пойдет, я так понимаю, Рейнвейкер. Смотри, как пошел обходить Довкост. Через соточку. Это он через зеленку побежал? Нет. А, нет, сотка-сотка. А это он через Ухо, Господи, Довкост. Кто творит сюда, Вкост? Попал в простых нот. Эка, ладно, информация пошла. Рейнвейкер работает и на тебе в ногу. Еще два, два раза. Дэка вместе с Довкостом сделали первую половину очень жесткую. Молодцы, парни. 87. Ну, теперь OneWin выходит на сильную свою половину, 63%. Как они сейчас это сделали? Ух, 2 в 4 жестко разобрались. Я, конечно, сильно удивлюсь, если команда OneWin от Диффенс отдаст. Ну, да, то есть атака отыграется на своей карте, в атаке хорошо, а в диффенсе не справится. Ну, не знаю, тут должна быть какая-то настолько уверенная игра и какой-то индивидуальный перформанс. Команды Skate, там, не знаю, того же Ships'а или там кто-то Oxygen. Нет-нет, да тоже попадают такие вещи. Проплик вешает первую фраг, погибает как раз-таки Ships. И, ну, старт раунда для команды OneWin очень даже удачный здесь. Диффенс Кейт сражается, оставляет кровавые пятна. Довкост вышел, ляпнул и ушел. Лиши и пачку выбил, Эрик. Да, и пачку выбил. Молодец. Рейнвейкер против Довкоста. Ну, с дека на пару они отработали, как швейцарские часы. И Денислав последний, словно Джон Траволт разводя руками. А что здесь происходит? А вы где? Почему я один? А когда я поеду в Египет? Ну, и пистолетка TheOneWin. Мы это уже, я думаю, можем смело утверждать. Денислав, конечно, хорош, но не настолько, что пятерых игроков, причем всех в здравом уме и, так скажем, в хорошем соотношении количества ХП, он может перестрелять, не имея бомбы на руках. Так что да. Девяточка TheOneWin и скейт более того, скорее всего, дадут еще и десятый сопернику, потому что, ну, в атаке делать форс-бай, наверное, ну, глупо. Ну, не всегда удачное решение, скажем так, то, что ни одного вы не убили, дополнительных денег нет, что бай на 1900, несерьезно. Берется бомба Дениславом, пытается выйти на КТ, здесь его, ну, так, подчекивает, скажем, Деку, по линеечке видит противника, движет Денислав, получается это по лицу. На 2000, не долларом больше, в среднем имеется у команды скейт, но тут я согласен с Германом, что нужно сделать экономический форс, ну, даже была бы бомба, может быть, да, дали бы 4 фрага, может быть. Какой-то Калашников мог бы дропнуться тиммейту, но тут вообще без вариантов, и нужно делать чистый эко для ребят. Ну, а мы, опять же, напомним вам про наших друзей и партнеров при матче, особенно про баннер по трансляции на 100% бонус к первому депозиту, разнообразные при матче, лайф-события на спорт, киберспорт, ну, и там всякое тоже имеется. Если интересуетесь, можете воспользоваться. Ну, а мы ждем решения от команды скейт, которые сейчас поставили себе техническую паузу, что-то там у них произошло, может быть, тест творился, как это обычно бывает. Как всегда, да. Ну, ладно, ну, вообще, если ванвин забирают трейн сейчас, ну, по мне все-таки 100% болгары должны забирать свой оверпасс сигнатурный. Не, если там ванвин, конечно, тоже поборются, а может быть, даже и победят, я буду только счастлив, потому что одной командой СНГ больше. Но посмотрим. Оверпасс на самом деле не особо-то сложная карта. Но болгары ее всегда играли очень хорошо. Притом почти все болгары. Это как польский трейн, только это болгарский оверпасс. Там эскейды и... Как они там еще назывались-то? Очень похожие названия тоже. Все время их путаю. Фейты. Фейты, да. Комментарий мне понравился. Бизнес-пауза. С таким жирным намеком на не... Чистые обстоятельства. Нет, это красиво, красиво. Надо взять на заметность. Это бизнес-пауза. Хорошо сказано. Но... Давайте смотреть, что там приплей. Там, походу, настолько большая техническая пауза будет. Ага, ага, ага. Будут менять сервер. Ладно, дорогие друзья, мы пока останемся на этой заглушке. Далеко не расходите. Как только у ребят сервер поменяется, мы сразу же к вам вернемся обратно. Похоже, тут возвращаемся. И у нас... У нас все так же. Счет 9-7. И что-то... Давкост встал на месте. Как бы... Не завис он. Это страшно уже становится. Но, по-моему, просто на просвете стоит. А, да, он чекает, чекает. Все нормально. Да, казалось такое, что... Да, если обратить свой взор, но у нас фулл экономический для команды Скейт. Проиграли неписледно раунд, как мы уже видели. Проиграли очень уверенно, если так можно выразиться. И вот на первый просвет получает давкост немного дэмэджа, но он буквально 9 хп. Не особо критичен вообще. Хаешка на зеленку. Там уже, правда, убежали игроки атаки. Скейт решили ретироваться поближе к т-спауну и отыграть, может быть, через сотку, либо же отправиться на базу бэк все вместе бодренько. И там пока что гуляющие брейнбэкер в принципе информация, что никто не поджимал. Все, ребята, чисто. Правда, мы с глоками. Какая-то такая история должна, наверное, быть. Да, ну ладно. Мпхи, Аук и Кольт для команды OneWin. Но здесь просто глоки, понятное дело, которые особо не угрожают по счету команде OneWin здесь. С другой стороны, какие-то там два фрага, может быть, и будут у команды Скейта, потенциально установленная бомба. Но за раунд я почему-то вообще не беспокоюсь. OneWin позиционка хорошая у Проплиха плюс Полта. Должны здесь выкрывать вообще без шансов. Да, так оно и случилось. Четыре минуса без фрага. И пять в ноль. Шикарная работа от звена на базе бэк. 10-7. Но теперь закупка для Скейта. Да, теперь появятся калаши, Галилы. Денислав уже покупает себе армор. Пока еще думает, что прикупить к нему сверху. Да, пока что три калаша. Но, может быть, Денислав думает, раскидка или калашника все-таки. Но берет калаш, да, откидывает. Ага, там СГ-шка пошла в руки Денислова вообще. Тем этому там прикупил данный девайс. Но, может быть, может быть, авика нет. И, в принципе, нет его и у команды OneWin. Три фарменки в руках остается. Плюс АУК, плюс МК. Ну и совсем немного денег для того, чтобы реализовать возможный проигрыш. В раунде. Выход под флэш. Довкост никого не замечает. Откидывает смок на лонг. И дальше, пока скрывается в СВСе, никого не замечает. Там у нас готовится выход на точку B от команды скейт. Х-шка немного прошила дюпликейта. Но, в принципе, если там пришлется какой-то хэдшот с МК или АУГа, то будет больно дюпликейту буквально с нового патрона. Взрывается деку. Размен от Полта. Но его тут должны зажимать. Но он еще один фраг оформляет. То есть смотри, как разыгрался. Но дальше отваливается от Рейнвейкера. Да, у Полта как-то начало было такое довольно скованное, как мне показалось. Но потом парень на первой половине разыгрался очень знатно. Ну и теперь благодаря его действиям команды находится. Ну, в относительно равной ситуации. А вот теперь еще и вперед выходит. Довкост очень грамотно пропустил оппонента. Но не ожидал, что Шипс вернется к нему обратно. Трэвис минус по Рейнвейкеру. Но по Шипсу была инфа. Есть дыр на бомбу. Ран-н-ган. Минус от Проплек. Шикарная работа. 11-7. С подобранной СГшки. Да, действительно дает фраг. Подбирается Калашников. Сохраняется СГшка Проплеком. Ну и 11-7 становится счет в этом матче пока что. Ну и также напомню вам про наших замечательных друзей при матч, который предлагает стопроцентный бонус к первому вашему депозиту. Нажимайте на баннер, кликайте, получайте. Если вам все это интересно, этим увлекайте. Если нет, то и начинать не стоит. Здесь же у нас АВИК у ДЕКО, мейн снайпер команды OneWin, который себя показывал и без АВИКа очень даже уверенно в первой половине, настреляв 19 фрагов уже на данный момент. Ну и там, конечно, Хилл Павла, как уже отметил, Герман Польт разыгрался почти в единицу, когда я вышел после этого неудачного 0-0-7 или даже 0-0-8, что-то такое было у него в этом порядке. И снова под базу Б хотят Скейт выйти, которые подзакупились, и за счет поставленной бомбы у них хватает денег на Калаши. Так, Скейт выходит. В итоге первый фраг по Полту. Если бы не флешка, Фолт убивал, но если бы так обы, то в таком наклонении говорить ни в коем случае нельзя. Выбили базу Б, но и теперь будет Лидер Тейк от команды OneWin. Экономика довольно неплохая у некоторых игроков, у Проплиха Тревиса, то есть они закупятся 100% хорошими девайсами, если этот раунд проиграет. Но здесь Оксиджен контролит Тревиса, и Тревис его переиграл. Хорошая работа, 4 на 4. Дефуза есть, Рейнвейкер минус подав Косту, и два игрока еще с КТ придут. Но нет, это сейп. Это сейп. Восьмой раунд для коллектива Скейт, и если брать, так скажем, срез раундов, которые сделали в атаке OneWin и Скейт, то уже за первые три раунда на второй половине Скейт сделали больше под П, чем команда OneWin. То есть, да, вот насколько в корень отличаются стили команд. Ну и здесь Скейт, конечно, под базу Б прям очень сильно отыгрывают. Но в предыдущем раунде OneWin их переехали, там Полт, конечно, с МПХи раздал знатно. Ну да ладно, засейвили Ганы, поэтому полноценная закупка будет, и OneWin, я думаю, сейчас бы, наверное, чуть-чуть укрепят. Ну вообще, да, стоило бы, хотя, опять же, как ты подметил, не будь той флешки, или если бы просто игрок не Астепа как-то от нее вернулся, были бы совершенно другие события. Может быть, тогда стоит принимать более упорные позиции для приемки базы B. Ну, 18, деньги на бай были, команда OneWin закупается, еще остается там у некоторых, правда, чуть-чуть. Если проиграет, будет больно, Рейнбекер мучится, хочет убивать противника, и по слэшку Денислова этим занимается, Окси же не может выйти с верх-низу, добирается один, там еще битый бегает, дюпликейт, бегает, возможно, недолго, Проплик из-за плента попытается отыграть, прилетает Молл, чтобы сберить противника, но Окси вместе с Денисловом дает фраг, смог отправляться на верх-низу, Окси же не забирает там деку, и со снайперской винтовкой там не очень удобно бороться, да, вроде бы, я там Окси же не услышал его, еще вот в чем проблема, то есть он спрыгнул с лестницы в последний момент, и там был такой тупой звук железа, вот, ну и ладно, 2 на 4, ретейк, производить в такой ситуации, честно говоря, невероятно тяжело, Декка, отличная работа, но здесь Окси же, ну, сам потерялся в этом моменте, от Полта очень многое зависит, тут у дупликейта всего 14 хп, и на него префон готов вроде как Полта выходить, все, видит его дупликейт, и Полта его переиграл, 2 на 2 становится ситуация, уже гораздо проще, есть дым, и на бомбу этот дым кладет, и, там видно, да, там пяточку видно, ну все, сейв авика для дека, 9-11, ну вот и подам подкачали, покачали, точнее, команда скейт, ну там неплохо, Эндри вышел, и потом второй игрок, раз не подставился, из команды скейт, поэтому ванвин не получилось разыграть, вопрос будут ли закупаться, вроде бы там у Трэвиса хватает денег, дека может дать дроп, то есть 3 девайса просматривается, плюс пара формилок может быть, но счет по-прежнему в пользу коллективу ванвин, и здесь можно не рисковать, но они берут себе бай, прокидывается та самая эмка, формилка, и давкос тоже на эмке, плюс гранаты, не оставляют пока сильно шансов команде скейт, ребята из коллектива ванвин, ну и сами атакующие себе, ух ты, смотри, как опять на базу п пошли, нашумели, натопали, вынудили откинуть смок, и убежали в обратную сторону, люди пугачи, а там дека-то посмотри, в итоге находят первый фраг, с сотки вываливался шипс, и теперь без него продолжит команда из Болгарии, ну опять же напомним, что это раунд, закуп в ноль от команды ванвин, эмпэхи, два кольта, и авп для дека, который он засылал в предыдущем раунде, ну вокруг этого авп, и строит свою игру команду ванвин сейчас, и правильно делает, дека очень хорош, и как снайпер, да и рифлер из него, такой неплохой, поэтому здесь команда ванвин, на него полагается во многих моментах, но пока смотрим, полетела раскидка на попдок от пятого номера, это Рейн Вейкер, и под флешку якобы имитирует выход на точку, а бомба падает, дупликейт падает, оксиджен падает, Денислов тоже упадет, я думаю, рано или поздно, ну и в итоге бомб наверхнет, об этом знает команда ванвин, и забрать ее будет тяжеловато, коллективы из Болгарии, но на смок, наверное, на бомбу положат, так, ну и ДК пока не простреливает, не валит свою позицию, на бомбу действительно пока не забрали, но это, по-моему, смок на сейв, да, смок на сейв, типа напрягли точку, чтобы за ними не вышли раньше времени, и 20 секунд, у ребят есть, чтобы скрыться в неизвестности, чекают себе спины, потому что информации по ней тоже не было, и могли игроки защиты из ванвин пройти, спинку на курилочке, послушивая радио и подсчитывая газетку, команда скейт будет сейвить то, что есть, но там можно подобрать вместо формилок и что-то более внушающее, там какой-то калаш явно лежит, один забирает себе проплик, польт не успевает. Закупка все равно хорошая будет у коллектива из Болгарии, засейвлены авиак калаши, плюс калаши будут у остальных игроков команды скейт, здесь пока что нервный такой отрезок, я бы назвал, наверное, этот отрезок даже отрезком за карту, потому что если сейчас кто-то кого-то по экономике обрушит, может это оказаться фатальным, то есть в случае с ванвин, если они проиграют этот раунд, то там еще экономика небольшая, конечно, но будет, а вот если скейт проиграет, то там уже, конечно, все плачевнее будет, и ванвин могут выйти на 14.9, но и по факту на свою сильную сторону должны будут закрыть соперника и перевести все это дело с плюс одной картой на фас. Размены. Отшибся и проплика. Еще минус от дупликейта под авкос. Тут 12 хп у Рейна остается, и Рейнвейкеру на длинной позиционке теперь драться не очень хочется, я думаю. Да, там пока что оставили дупликейта, насторожить зеленку, вдруг кто пойдет через линейки просматривать, и, по-моему, даже направляется Деко, но с авиком он не пойдет так далеко, потому что его винтовка покажется явно быстрее, чем он сам, и там можно на префе будет его уже забрать. Поэтому тут, конечно, нужно подумать еще, коллективу ванвин, что делать. Скейды постепенно обходят, возможно, это будет сплитвыход на точку А. Я пока не пойму, это там мейн, они ли сверху гуляют? Ребята, по-моему, это через мейн хотят выйти, но и, в принципе, три игрока на точке Б, которые, по всей видимости, решили сэйвить, то, что у них есть, пытались угадывать. Ну, и, как мы понимаем, если не угадывают, то сэйвят, если угадывают, то принимают, ну, из большинства, скажем так, потому что три в четыре вполне были шансы. Десятый для команды скейт, никакого ретейка уже не будет, будут сэйвить калашников и авик, ну, и трайн пока еще продолжается. Ну, если в предыдущем раунде мы видели сэйв от команды скейт, а теперь сэйв от команды ванвин, и это подтверждение тому факта, что парни прекрасно понимают, насколько шаткая экономика у одних и во вторых, и экономика прямым, так скажем, да, способом влияет на игру в перспективе этого трейна. А коли у нас уже кульминация этого трейна, то здесь ни в коем случае допускать оплошности нельзя. Поэтому докупить себе девайсы команды ванвин в следующем раунде и выйдет с, опять же, такой относительно неплохой закупкой. Полт кому-то дропнет МП, я думаю, либо сам останется с ней, кому-то дропнет Кольт, вот, и будет хороший бай. Да, но вот его проигрывать нельзя. Ни в коем случае, потому что там уже без какого-либо сэйва могут остаться у разбитого корыта. И, в общем-то, 12-12 паритет, и там, если скейт поверит в себя еще сильнее, то вообще может быть беда. Подуспокоили немножко шипса. Тут шел 17 на 7, помню. Сейчас уже 20 на 16, то есть 4 фрага и 9 смертей не сильно результативно показывает себя в рамках второй половины. Но, как мы видим, вообще команда Скейт немножко подуспокоились, хотя и раунда тоже чуть-чуть донабирает. Хороший бай для команды ванвин. Одна формилка осталась, пульт не стал менять девайс, поскидывали дропом. Ну и, как мы видим, бой. Как там дупликейт прилетело? У нас что такое? Что случилось? Прострелом, да. Пилетят. Слушай, ну, Скейт готовит, походу, свой сигнатурный раунд выходом на B-точку. Ну и получится ли он? Там все раскидка есть. Да и гранатовую защиту тоже есть. Поэтому там на ритейк нормально все будет. Три дыма, молота, флешка осколочная. Флешка даже несколько штук. Что полетела раскидка, проплях изгоняют. Поезда флешка под полто. И вот еще одна флешка под полто. Полт живет. На него даже за внимание не обратил. Только сейчас его перестреливает. И тут проплях. Проплях живет. Недолго, правда, но живет. Шипс в дымах. Ставится бомба. А, вот Дека хорош. Он уже, понятное дело, что сквозь дым, но там уже было видно соперника. И под флешечку Денислав сам уходит. И какой фаззумчик. Тут уже под ним игрок справа. Точнее слева. И по леву у него информации нет. Его просто оппонент обходит. И Дека ставит точку. Ну, Дека батя. Ну, вообще, простил Денислав Дека. Был у него шанс убить снайпера команды OneWin. Но там залетело мимо. Буквально в пару пикселей. Правее, левее уже не так важно. И вот если бы Дека оставался один на один, там были бы шансы разыграть данный клатч. Но немного не повезло. Игроку команды Skate. С другой стороны, деньги еще есть у болгар. И ребята попробуют реализовать. Ну, точно не последний бай. В любом случае, если проигрывают, то там уже и устрит будет. И при счете 15-10 тоже может быть что-то еще с попыткой всякого разного. Ну, и за атаку тоже можно камбетчить. Это нам тоже показывали недавние матчи, где у нас спириты против команды Extreme боролись. Там Extreme 9-15 проигрывали за атаку и вышли на допы. Там тройная или четверная серия допов была. Но все-таки порегали. Но камбетчить можно. В этом-то и мысль была. И снова под базу B. Удивительное. Рядом. Неудивительное тоже. Так, ну что, снова под базу B команда Skate. Помнится только стартовый, стартовый отрезок второй половины. У них раунд под B не получился, потом получился. Знаешь, такая, типа, с переменным успехом. Они где-то что-то меняют именно в перспективе раунда. Ну и за счет этого пытаются работать. Ну, посмотрим. Отрабатывает Дека первого, пол второго. Рейнвейкер погибает, но Дека должен жить. Дека 100% должен жить. Там промутился Рейнвейкер, убил дав Коста. Вот это сильно. А тут еще и Дека-то еле-еле живой. И Дека тоже умрет. Рейнвейкер просто прилетел и в соло весь Бэкплент аннигилировал. Машина. Просто машина. Стоит пачка. Трэвис находит фраг на Рейнвейкера. Пошли дальше. За дневчальником находится еще один игрок атаки. По нему информации нет. Шип сейчас по спиночкам, по спиночкам. Да нашьет пацанам из команды OneWin. Бит одного. Спрейт. Ни одного, ни второго не убивает. Но прикрывает Денислав. Хотя и сам Денислав получает очень много дэмэджа. Хаишка пошла. Взорвется. Нет. Не взорвется даже. Денислав на одном ХП. На одном ХП. Ну ай-яй-яй. Видишь, где-то что-то поменяли и пошло. Несмотря на то, что скейт зашли на Б3 на 5. Но то, что сделал Рейнвейкер, это преступление. То есть троих в соло закрыть такое. То есть если в случае с Полтом понятно, его разменял Рейнвейкер. С Дека понятно. Дека там просто загнали молотами на этот поезд. А вот игрок из-под коннектора, который внизу сидел, вот он должен был ждать подобный мув. Ну и теперь вот такой вот экономический раунд от команды OneWin. И это очень хорошая возможность скейтам сократить отставание по раундам. То есть буквально до одного. И сделать что-то 13-12. Да, да, тут ты прав. Тут можно выйти в очень приятный для себя пул по раундам уже. А там один выигранный в последующем. Это уже может быть 14 раунд для них. Ну или он будет такой более-менее просматриваемым. Ну и здесь уже два фрага от команды скейт. Проходят через зеленку. Здесь у нас проплексик, который ни сном ни духом, потому что потому дав кост на Юспе, верит головы. Но попасть-то попал, но вот добить не получилось. Хотя вроде как... Ну, это Юспе противный в таких дистанциях. Он может подвести, как и Диггл тот же самый. Вот, наверное, только по 250-й более-менее стабилен в этом плане. Ну, в ближних дистанциях и урон, и скорострельность. Все в нем хорошо. И цена. То самое главное, всего лишь 300 зеленых бумажек. Так, ну что, смотри, закупка, какая получается. Закупка в ноль. То есть 100 долларов для команды остается сейчас у OneWin, но при этом это три Фамаса. Это АВП и это Эмка. И Эмка от Полта здесь играла очень агрессивно. На перспективу первого фрага не получилось, потому что соперник банально не подошел даже. Но если бы сейчас Полт погиб, это открытый бы Плэнт. И в Ихна в это время у нас первый фраг уже по дупликейту. Рейнвейкер разменялся, конечно. А вот тут Проплях шикарно законтролил выход на первый трейн. Ну и давай смотреть. Шипс промутился под Плэнт. Знаешь, что игрок на девяти. Ой, какой спрей, это отмена. А тут за дефолтом еще Проплях. Но Проплях-то убил и знает по-прежнему, что Дека ползет на девять. Дека тут живет как может. Довкост его спасает. И за электриком нельзя. Я так и знал. Я так и знал, что сейчас так будет. Не знаю, внутро подсказывало. Вот было бы обидно сделать такой выстрел снайпер команды Скейт. У нас бы в жизни двоих. И там было бы, конечно, уже не до радости команде OneWin. Потому что один в один и шанс на посоленную бомбу. Но ладно. Хотя бы так. Забрали и забрали. Но деньги и у команды Скейт есть. Болгария закупается. Возможно, последний хороший бай для них в рамках этой карты. А может быть, еще покажут что-нибудь. С другой стороны, там и OneWin денег-то нет. Выживали только вдвоем. Спасибо Дека. И тут либо 14-14, ну или близкий к этому вариант. Либо все ближе и ближе к OneWin к победе на трейле. Так, Олаф это занял. Проплиха перестреляли здесь. Откидывает еще дым под себя Рейн Вейкера. Там зелень выходит. Два игрока на зелень сливу дупликит. У-у-у, куда же цены бежите-то? А там еще один DoveCost. Есть по ним информация. И задача команды Скейт быстренько-быстренько этот момент обработать. Кстати, раунд за два. Если Скейт его забирает, то забирает. Следующий там денег не будет и команда OneWin. Ну и обратная ситуация тоже может быть. Ну и там уже, да, на победу, скорее всего, будет работать команда OneWin, если это заберут. Мне кажется, зелень сейчас не читает. Хотя DoveCost чекает, но Денислав на упреждение смотрел. Чтобы пытаться засейвить Аука Фамас или все-таки работать до конца в этом раунде. Ну, позиции такие еще. Вверх-вниз. И тут только выход на вторую линейку. То есть тут надо как-то сыграть. Кроссфайр. Матч вот никто не подставляется. Вот сейчас Рейнвейкер может носить показать. Но... А там сейчас Шипса могут не прикрыть. А Шипс с бомбой. Можно выбить бомбу. Польт идет. И он вообще не читает. А тут еще и выходит Трэвис. Но вот Польт сносит на противника. Пока что не может выйти Окси. Но тут уже номер три. Это Денислав. Подходит к зеленке. И Польту здесь вообще никак не выйти. И на него не выходит. А 13-14? Ой, а это... Не, ну... Порос, слушай. Ой, какое же решение. Паузу надо брать. One win сейчас. Прям срочно брать паузу. Тут даже ЭКО не помогает сильно. Да, это придется... Ну, слушай. Да. Это ЭКО... И со счета 14-14. Тут даже той... Ну, даже знаешь, что... Логичнее было бы. One win логичнее даже было бы 15-й отдать с Кейдом сейчас. Чтобы сыграть с нормальным боем потом. За этот рандом накинет 2 400. То есть давкость-то будет, получается, 4 300. У кого-то там 3 850. Это у ФАМО с вторым армором минимальным количеством. Ой, как же плохо-то. One win. Чувствуется... Концовочка супер жаркая у нас готовится на карте трейн. Действительно, очень и очень сомнительное решение. Хотя, если сделать 2 ЭКО, то может быть. Потому что, ну да, по 1900, там какие-то фарбилки ФАМАСы на авик не будет. Ничего не будет. Тоже сносит Трэвиса. Пошли дальше. Выход на Аплент. А там укрепление точки Б от команды. One win пытались угадывать. Но не угадали. Ну и самое интересное будет то, что действительно, как поступят в one win в следующем раунде. Либо отдадут, закупится какая-то пара диглов, либо будут форсить. Но форс будет очень слабенький. Значит, даже не форс, а бай, получается, будет слабенький. Прям максимально слабенький. Да, там буквально 1-2 ЭМки, наверное, будет с первым армором. И смог там флешка. Но диффуза, наверное, в единственном количестве будет. Если будут, конечно. Я думаю, что команде one win нужно брать, ну, если не предыдущий раунд, то сейчас взять паузу, тоже обговорить, что да как. Давайте просто смотреть на экономику. Там 3-300 я видел. 3-800 у двоих. Что за реплей? Зачем он нужен? Тут просто вышли пацаны с пистолетом. Ладно. Интересно посмотреть по экономике, что там. Ага, это все-таки бай. Они не хотят 15-й скейтам отдавать. МК-2, 3-фа масса, МПХ. Неплохое количество гранат, конечно. Да, есть диффуза у дека. Если этот раунд заберут one win, это будет, конечно, маленькое чудо. Ну, а команда скейт 2 раунда, включая этот, конечно же, пройдет в полной закупке с авиками, с калашами, со всеми гранатами. Ну, возможно, раунд на игру для скейт будет сейчас. Возможно, опять же. Но, посмотрим, как себя пульт проявит. Все-таки опорник базы B, он неплохой. Мы это видели и с фармилкой он был, и с эмкой, и с калашом тоже принимал, по-моему. И все вот это вот встречалось. Ну, и база B для скейт, как намазанная, просто будут сейчас заходить, забегать. Три смока полетели, молики, флешки, там просто какое-то гранатирование происходит. Все, почти выкинули ребята из команды скейт на эту базу B, но эту точку не заняли. Дека пошел, ничего не боится. Просто кошки-мышки, заберет одного дальше. Размен от окси, 4 в 3, 3 в 2, 4 в 2, прошу прощения, для команды скейт. Идет, а ты сейвит, ну куда, денег нет. И только Трэвис засейвит, он даст, конечно. Сколько там получается, если 2 400 накидал, да, в предыдущем раз, сейчас 2 900. Но это фармилки. 2 400 накидал, насыпало в 1900 вот на этот раунд. А, на этот раунд накинул 1900? Ай-яй-яй, это до 2 400 прям совсем плохо. Ой-ой-ой, ну это один мампоинт у скейт, засейвленный Фамос от Трэвиса. Окей, давай смотреть так. У Трэвиса есть Фамос. 2 400 накидывает, то есть 3000 у дека будет. Это условный Фамос с пермармором, одним дымом. Проплик, полт, давкост. Это дигл, 2 мпхи, скорее всего. Потому что нужно взять, кому-то диффуза будет. Поэтому этот игрок с диглом будет, кто возьмет диффуза. Идея так. Ну и 2 мпхи, Фамос. 2 фамоса, 2 мпхи и дигл. По идее так должно сейчас быть у команды ванвинт. Но как же тяжело им будет сейчас. Как же им будет тяжело. Да, дека берет дигл и диффуза. И 2 фамоса, да. 2 мпхи, как я и говорил. Ладно, удачи. Удачи команде ванвинт. Она им понадобится. Тяжелая, тяжелая, конечно, карта. Выдается для ванвинт. Но скейды, стоит им это отдать должное. Ребята молодцы. В том плане, что за атаку начали такой камбэк. И всегда были позади во второй половине. На протяжении всего трейна. Вот только сейчас они вышли вперед. И рассчитывают на то, что... Ой, а это по дальнему? Нет, по ближнему. Это по ближнему было. А там еще и по трейвису попали. Это пострел был. В 2 авика играет в атаке. Да посмотри. Там, видимо, какой-то Калашников еще и лежит. Сейчас выкинут 1 авика. И да, то есть Калашников есть в запасе. Ну, блин, жестко сейчас. Тут, чтобы выиграть, нужно прям какие-то... Это одна флешка остается. Уже и давкост погибает. Потому что дека погибает. А давкост, да, действительно погибает. 3 в 5. И да, подбитые Окси и Шипс. Но эти фраги бы найти. Смещаются все на Аплэнд. И... Ну да, угадывают. Ну там 3 зелень сейчас будет. А как 3 зелень ты задетектишь? Ну типа, если 0 успеет сейчас пройти на диагональ, тогда... А, тут поджим на сотку был. 5 в 2. Трэвис Полт. Хотел бы сказать. Трэвис Скотт. Но это Трэвис Полт. И парням 2 в 5. Но тяжело быть против зелени. Так, ладно. Шипс перестрелял. О! Трэвис! Трэвис включился. Но поздно. 30 секунд. Бомба лежит на зелени. Полт 52 хп по нему. Была информация. И просто закроются. И в закрытую поставят бомбу. И команда Скейт будет доигрывать 3 в 1. И это ГГ, дорогие друзья. 16-14. Свой трейн упускает. Команда... One Win. За что и обидно, если честно. Ну да ладно. Впереди карта Оверпасс. Поэтому мы особо не отчаиваемся. Там шансы будут. Но, как мне кажется, шансов там будет все-таки меньше, чем на трейне. Потому что, ну, это Оверпасс в исполнении Болгар. Вы сами прекрасно понимаете, к чему. И, ну, тут только удача. Трэн получился довольно интересно, как мне кажется. И сколько? 12-9, по-моему, уже вели One Win. И не смогли добрать. С нового база B. С нового база B причем работала. Там всегда был 10-7, 12-9. Потом 14, сколько получается, 14-12 был счет. И четыре подряд от Болгар, которые привели их к победе на карте Детрейн. Ну вот, может быть, может быть, впоследствии разберут ребята и поймут, что, наверное, был вариант еще отдать 15-й, а не сыграть хороший бай. Ну, видишь, не хотели, не хотели додопу. Как минимум отдавать додопу. Поэтому, ладно, это выбор парней. Друзья, ну а дальше Оверпасс далеко не расходить. Я думаю, что Оверпасс обещает быть невероятно жарким. Поэтому поддержите наш коллектив. Кто-то болеет за Болгар, тоже их поддерживайте обязательно. Ну а пока небольшая рекламная музыкальная пауза. И совсем скоро к вам вернемся.